Сегодня в Гомельском дворцово-парковом ансамбле реализуются культурно-просветительские проекты, а его сотрудники ведут научные и археологические исследования. Юбилей учреждения в музее отметили проведением международной конференции и торжественного собрания, где сотрудники принимали от гостей поздравления, награды и подарки. Гомельский облсполком, например, передоставил сертификат на 20 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы, а государственный Эрмитаж подарил новые экспонаты для выставки, которые гомельчане увидят в скором времени. Телерадиокомпания Гомель в свою очередь подготовила документальный фильм-экскурс по главным вехам истории музейного комплекса. В Гомельском цирке стартовала новая программа под названием «Алливрувер». Зрители встретили гостей аншлагом. Артисты без страховки взлетали под самый купол и демонстрировали цирковые рекорды. Они покорили жюри многих международных конкурсов, в том числе проходивших в Италии и Корее. Отдельного внимания заслуживают четвероногие пернатые артисты московского цирка. В программе задействовано 40 представителей животного мира – питоны, собаки, леопарды, медведи и пони. Гастроли цирка в Гомеля продлятся до 1 декабря. Ощутить атмосферу Парижа конца 19 века можно в картиной галереи Гаврила Ващенко. Здесь открылась выставка литографии французского художника Анри де Тулуз Латрека. Экспозиция разделена на три блока. Первый представлен ранними портретами и произведениями анималистической тематики. Второй рассказывает о кабаре и повседневной жизни куртизанок. Еще один блок посвящен позднему периоду творчества – цирковым зарисовкам и театральным афишам. Выставка впервые экспонируется в Беларуси. В Центральной городской библиотеке имени Герцена открылась выставка акварели гомельского художника Игоря Хайкова. На ней представлено около 30 работ. Одной из главных тем его творчества является лирический пейзаж. Художник умеет прислушиваться к природе и точно передавать ее состояние. Свет и музыка картин дарят оптимизм и радость. Глядя на акварели, можно почувствовать прохладу осеннего воздуха, свежесть дождливого дня, мягкость снега и запах цветущего сада. С культурными событиями вас знакомили Анна Крольчук и Игорь Морищенко. Обзор подготовлен специально для программы Новости недели.